приветствую вас дорогие друзья сегодня 11 10 не знаю какое число у нас солнечно у нас тепло и я закрываю дом и иду в озон смотрите в каком я наряде забыла как называется этот трансформер здесь отстегиваются рукава мой любимый снуд моя любимая налобная повязка в общем вот так вот я выгляжу и я приглашаю вас с собой прогуляться теперь уже по весеннему парку чаплыгин сейчас немножко покажу чем я вчера занималась какой порядочек я навела ну в общем такое влоговое видео иду я в озон за джутом я все-таки решила что с несущие стропы в моем подвесном кресле я буду вставлять джутовый канат 4 миллиметра и надеюсь мое кресло не растянется то есть пряжа шнур которые мне прислал магазин т-декор или нить добра ссылочку я вам оставляла на площадке валберис это можно посмотреть очень привлекательные цены и это будет как бы сверху декоративная часть кресла до чтобы кресло не растянулась чтобы вот эти несущие части кресла их будет 6 штук не растянулись я буду в в общем вставлять джутовый канат и пришел на озон этот джутовый канат я уже вернее лёшик купил не кож кстати по поводу кожа я вам потом покажу что это такое это такая металлическая петля вот заказывала на озон правда немножко больше размер 200 40 рублей лишь пошел в наш строительный восемь рублей десяточка я заказывала двадцатку то есть два раза больше но это тоже пойдет но есть разница 240 рублей и 8 рублей так что не все товары в общем на озоне по привлекательным ценам что-то можно находить и у нас в строительных магазинах сейчас я вот так покручусь поверчусь ой вообще ничего не вижу вот такое друзья голубое голубое небо уже конечно хотелось бы чтобы пошел дождик полил мои сидераты с пятого числа они сидят ни единого дождя и ни единого всхода но в общем я переключусь сейчас на фронтальную камеру их уже буду показывать мое путешествие в озон через наш парк ну а пока сейчас положу ключики я взяла свою любимую сумочку вот такую она очень удобная сумку мне высылал магазин new chic вот и сейчас кстати села фацелию и в мешочке на пробу вот такие семена люцерны положили я их еще не сеяла ну просто чтобы попробовать не знаю коты едят люцерну может быть котам это посадить в общем выходим сегодня я без тележки не буду никуда заходить возьму этот джут и зайду в палатку лимак куплю хлебушка у них очень-очень вкусный хлебушек так положила ключи а еще надо калитку запереть вчера друзья я пересадила его спасибо вам большое что вы подсказали так что это не жимолость опять достаю ключи закрываю калитку но ничего я думаю что его вдоль дома за можно сказать не на участке а за двором тоже будет красиво закрыла калитку давайте покажу что я здесь вчера понатворила вот посмотрите какой порядочек я здесь навела убрала эту помоечную помоечный лилейник здрасте вот здесь скопала все это хочу сегодня может быть если силы будут вчера вернее ночью я себя очень плохо чувствовала видимо переработалась хочу переложить вот эту плитку вот этот палет и вот тот палет но на какие-то два чтобы здесь освободить и тоже вскопать расширить и останется совсем немножко вот здесь вот порядочек навести и все в палисаднике будет порядок но здесь особо не буду не хочу сейчас наводить здесь живу плитку таскать скорее всего в тачке будет ездить вот здесь тачка поэтому может быть и не стоит здесь пока что хочу сказать по поводу вот этого лилейника друзья это такие корни это такая зараза это такой сорняк если бы вы видели как я его выковыривала видите вот плита лежит вот эту плиту лопата еле-еле приподняла там эти были корни в общем вывозила целую тачку горой все избавилась от этой ерунды хочу посадить вдоль забора с пустой смородины вот здесь вот вот прям вдоль забора видите здесь тоже была целина вот от столба который вот на котором стоит газовая труба я вот здесь вот тоже все расчистила из-за засеяла фацелию вот так что вот этот кусочек тоже все вчера вот здесь делала по вывозила вот здесь лежали мелкие крошка камней кирпичей все по вывозила ну а здесь опять же укрыла дойдут руки не дойдут до этого места в этом году месяца лёшика не вернее отпуск три недели у лёшика это очень очень мало и решили мы пока не плиткой заниматься разбирать сарай и строить нашу беседку почему так потому что цепляется одно за другое если выложим плитку не попадем в уровень потом с этой беседкой в общем получилось сидели мы тут советовались анечка была где ставить что ставить в общем пришли к общему мнению что нужно сначала разбирать сарай строить беседку а потом заниматься плиткой так будет проще вот здесь вот выставила выставила семена овса но это какой-то другой овес было написано для проращивания в общем выставила ух такой он прям жесткий сочный будет коты мои прям с ума сходят вот переставляю где солнышко туда и переставляю и сегодня еще посеяла такого овса а вот и вчера пересадила вот эту иву жимолость лже-жимолость вот что-то стал заедать шпингалет видите куда посадила огородила ее красных трикотажные пряжи дорогущий все это сделала вот и в общем вот так она разрастется это можно сказать тоже сорняк садила специально подальше от забора почему потому что здесь идет линия электропередач и чтобы потом не было с этим проблем в общем его будет расти и не мешать не мешать линии электропередач вот здесь вот соседи посадили деревья прям под линии электропередач не знаю как будет решаться вопрос потому что здесь идет и интернет и ну вот совсем чуть-чуть я не знаю это абрикос растет а это орех очень мощные деревья и вот абрикос точно впишется вот в этот сгусток проводов но в общем буду разговаривать пока терпит там еще метр а потом нужно опиливать и скорее всего когда разрастутся эти деревья они будут мешать заезду вот сюда вообще-то это наша территория можно сказать посмотрите деревья растут практически вот орех так вообще уже по ниже в нашу сторону вот сюда еще нужно будет разговаривать если ветки будут мешать заезду машины то конечно будем опиливать это все вот этот видите здесь бугор тоже будем убирать может быть ворота будут открываться в эту сторону может быть будем менять вот так что вот такие дела теперь я рада что здесь будет его я думаю что будет красиво когда она здесь разрастется ну в общем все иду иду в парк до вазон через наш городской парк вот посмотрите те кто не стерилизует кошек вот они здесь бегают это еще и здесь мало что-то там нашли может быть кто-то косточки бросил вот и вот плодятся на какую-то кашу там бросил это не кушает вот скажите зачем зачем вот это вот плодить были бы лишние финансы я бы их всех собрала и отстерилизовала вот они видите а через несколько месяцев эти кошечки или коты принесут новое потомство или их просто утопит вот такие дела друзья так что только стерилизация вот друзья мы подходим к парку у нас значит в районе почты поспиливали все деревья не знаю какая была причина мне очень очень жаль там стояли такие каштаны просто неимоверно красивая душа вот просто кровью обливаются зачем спрашиваете зачем вот видите какая пустота здесь все было можно сказать в вековых деревьях он лежат видите какие корни лежат от деревьев громадное просто громадное ну и здесь вот плитку всю выковырили будут менять это хорошо это за но вот зачем нужно было пилить вот такие деревья очень большой вопрос тут так хорошо тенек летом был красота ну вот все нету их вот машина песка ой машина гора песка это вот для того чтобы плитку будут выкладывать а я сейчас иду хочу вам показать новый вход в парк у нас сделали облагородили я вам еще не показывала магазин шуры очень люблю овощной скоро будет латочка работать эндер этот лепешки а может уже работает не знаю вот она видите вот и вот вход в парк здравствуйте смотрите какая парочка написано городской парк вот такой и еще там будем проходить мимо озона вернее в этот троицкий собор которые там поставили точку свидания очень интересная инсталляция а ну какое голубое небо посмотрите друзья маковка поблескивает так хорошо тепло еще мало зелени еще не все проснулась только вот травка но все равно красота сегодня очень хороший денек вот это кафедре работала всю зиму тут можно попить кофеек пироженку скушать уже выставили вон зонтик можно присесть на свежем воздухе вот такой наш городок городок красивый так ну что как пойти давайте пойду так пройдемте через центр тогда чтобы инсталляцию это вам показать и повернуть там вазон вот видите кучки все синичка там вон она синичка травку почистили все по выгребали мамочки с колясками детки играют красота вот это березовая олейка ох как она мне нравится красиво давайте пройдем через центральный вход нет лучше через березовую уж очень она красивая березоньки почки уже все набухли вот-вот прям распустится видите красота все по выгребали все старые листья вычищали работники в оранжевых жилетах у нас очень чистый городок очень чистые ухоженные в центре старых зданий городок купеческий раньше был и у нас не разрешают высокие постройки ну вообще можно сказать на 90 процентов наш городок это частный сектор агрегатный микрорайон есть там самый высокий дом 5 этажей наверно я даже 9 этаж не видела 342 вот и это как сохранение наследия ну вот мы и в центре 10 минут я в центре вот они коты пожалуйста то кошечку которую я в том году подкармливала здесь под магнитом и и уже нет вот так они и умирают он хромает весь весь больной лохматый старый кот поэтому я за стерилизацию друзья это меньшее зло привет привет я видео снимаю это видео по городу как это та левтина которая когда у меня еще штор не было на окнах она говорит у меня есть шторы давайте я вам дам мне так было удивительно вот сейчас здесь где-то лимак сейчас я зайду вот готовятся к пасхе эти цветы вот магазин лимак вот здесь очень фирменный магазин вкусные вкусные торты вкусный хлебушек я сейчас пока отключусь зайду или на обратном пути нет на обратном пути хотела пойти другой дорогой на обратном пути но нарисовала пойду через центр чтоб туда-сюда хлеб не таскать как же хорошо не знаю предка еще не мыли но мили потом ее вымыли все будет вообще красота так что подписчики которые не смотрят вязание которые присматривают домики и хотят переехать из мегаполиса присмотритесь к нашему городку дома конечно у нас подорожали но можно найти если есть дополнительная денежка можно сделать ремонт и спокойно жить в провинциальном городке на земле это редкое сочетание когда город с хорошей инфраструктурой у нас даже бассейн есть да все есть поликлиники больницы магазины сетевые и в то же время жить на земле вот такая красота солнце светит мы уже приближаемся по левую руку кто не знает это наш сельскохозяйственный рынок вот хочу в выходные сходить прикупить кусты в черную смородину и посадить в палисаднике вдоль забора вот вот какая красота открывается вы смотрите и это еще ну нет зелени нет клумб вот он наш красавец Троицкий собор сейчас поверчусь вот так это выглядит отсюда наш городок да походу лето будет очень жарким наверное все дожди вылились прошлой осенью столько было дождей невозможно было огород скопать как говорится то густо то пусто вот первое свидание называется вот эта инсталляция ее установили вот может быть месяц назад может быть немножко больше смотрите какая красота я не знаю светится ли она вечером часы они работают наверное такое правильное время пол одиннадцатого сейчас так и есть и вот написано первое свидание с этой стороны все здесь иногда чеплыгин гудит до часу ночи дискотеки здесь проводятся концерты всякие в общем культурная программа а это вот Сергей Алексеевич чеплыгин и вот это его дом сейчас он просто затянут такими вот шатрами но там идет реконструкция в том году ее начали и конечно же продолжат вот такое вот первое свидание ну все я подхожу к пункту выдачи озон там тоже появился новый магазин там одежда обувь ну все такое вот они сделали такую стеклянную еще витрину там тоже было чем-то торговать не знаю правда чем здесь раньше был здесь вот я покупала кстати комод к спальному гарнитуру Паула сам гарнитур в Липецке покупала но здесь покупала комод и сейчас этот магазин переехал а появился на его месте новый все захожу вазон я отключаюсь и уже наверное включусь вот вам покажу кто не знает теперь вот здесь у нас одежда и меня увидите я сделала весь рост сейчас я вот большой магазин здравствуйте так что кто не знает заходите вакансия даже есть какая зарплата у вас не скажете зарплата зарплата какая это без вычета ну чистое или вычет еще чистое 25 тысяч а график какой 22 22 нет так ну ладно я вот сейчас зафиксирую этот может быть кому-то пригодится новая вакансия продавец консультанта так что видите друзья это к тому что можно найти работу конечно 25 тысяч но в график 22 я так поняла это нормально вот так что были и комментарии по поводу работы что нет в провинции работы работа есть друзья конечно это не московские зарплаты но работу найти можно вот ну а я иду наслаждаюсь получила я джутовый канат сейчас приду домой буду резать на веревки и начинать плести подвесное кресло макраме сейчас я вам покажу ну вы в принципе знаете не переключаться вот такой канат 700 рублей 100 метров здесь мне хватит и то что останется можно сказать ничего не останется потому что этим же канатом я и обновляю ножки у стула где наши коты коготки чешут вот и он все таки витой без сердечника понятно но он витой я думаю что тянуться не будет попробую попробую конечно потом вам расскажу и покажу что у меня получается я думаю что будет красота красиво я в этом просто уверена хотя это будет первое мое кресло макраме нашла несколько видео причем знаете как в одном видео одно почерпнуло хорошую идею вот насчет того что металлический этот круг лучше скотчем обмотать ну для верности чтобы вдруг не стал ржаветь хоть он и покрашен но все равно где-то нашла что нужно вот эти витые стежки закреплять чтобы было тоже надежней ну в общем и из всех видео буду собирать ну так скажем лучшее брать так я и в вязании тоже что-то сама придумаешь что-то найдешь возьмешь какую-то толику из мастер-класса или из идеи ее доработаешь и уже получается своя идея ой мне жарко уже на следующей неделе похолодание вот ну а пока наслаждаемся греемся на солнышке наша ферма там можно тоже попить кофейку и купить продукты так скажем экологически чистые экопродукты ну все дошла я практически до магазина лимак уже на обратном пути куплю хлебушек и домой разрешили мне поснимать посмотрите какая продукция друзья какие торты 520 490 560 слюнки течет текуты уже куличи появились посмотрите 175 рублей 250 кулич особый 161 вот такой большой мне кажется это хорошая цена хлебушек вот здесь очень вкусные вот вот этот торт веселый называется скидка 30 процентов а нет сейчас нет скидки была скидка и 203 рубля вот такая наша палатка лимак здесь даже мука продается всякие сушки хорошим нравится палатка классная не выдержала купила я кулич медовый с цукатами 171 рубль ну и два беленьких сливочков кладу в морозилку и замечательно обратите внимание моя сумочка сумка-мешок я очень люблю с ними ходить все иду домой сейчас вам поснимаю еще с этой стороны памятник погибшим воинам в великой отечественной войне вот поставили в том году инсталляцию парк не было ее тоже и вот здесь в этом будет фонтан вот этот металлический квадрат сейчас закрыт сопла эти фонтаны закрыты все зимы не открывали а потом это все откроется и здесь детвора ох и резвейца красота к 9 мая покрасили здесь будут в флаге видимо стоять георгиевскую ленточку навесли на вот эти крепления да флаги скорее всего будут стоять вот ну и идем ох наверное надо не сюда идти придется по дороге мне пройти меняют же плитку здесь дорога перекрыт отсюда не заедешь в город потому что ведутся строительные работы вот наш храм я слышу колокола из этого храма из кривополянь я тоже слышу звон вообще очень много храмов у нас в городе очень много площадь администрации вот старую плиточку укладывают ну вот этих палетов щеплыгинцы подскажите где купить палеты из них такая мебель шикарная получается такие заборчики ох какая красота я бы купила эти палеты видите что ни одного дерева вот вот эти елки стоят а вот здесь у нас были тополя нет не тополя цикарные каштаны все было в каштанах вот здесь ничего нет ну это конечно безобразие спилить такие деревья их в обхват не обхватишь а и вот здесь теперь будет солнцепёк у нас безобразие просто безобразие конечно посадят что-то не сомневаюсь но чтобы выросло такое дерево нужен не один год и вот так в один день все взять и спилить смотрите смотрите что творится вот они эти корни посмотрите какие здесь были деревья вот такие корни лежат вот ну все друзья дали мы кружок поснимала я для вас показала свою прогулку показала наш городок солнечный день да на небе полос у нас вообще нет по сравнению с прошлым годом когда я приехала сюда все небо было исполосовано сейчас нет может быть поэтому и солнечных дней очень-очень много вот смотрите что написано на заборе все дороги ведут в раненбург кто в раненбурге не бывал тот России не едал раненбург это наш город Сеплыгин раньше он был раненбург потом переименовали Сеплыгин после войны потому что название раненбург созвучно с немецким а поскольку война была с немцами раненбург переименовали в Сеплыге ну тут двоякое мнение мне кажется язык ни при чем при чем здесь язык какой бы он ни был русский украинский немецкий при чем здесь язык я думаю я думаю язык ни при чем я думаю люди виноваты а не язык так ну ладно перехожу здесь что ли стилюли или зебра вытерлась сейчас сейчас вам друзья покажу где мы чуть не влепли с покупкой дома я имею ввиду для Анечки вот здесь вот по вот этой улице это федеральная трасса тут всегда шумно всегда и запах здесь не очень фуры только так ездили и мы смотрели здесь дом для Анечки вот он стоит сейчас я вам покажу вот корзавая крыша вот видите дом на два хозяина стоил он миллион сто я не знаю продали его верни вот я даже не знала что он на два хозяина мы когда зашли в этот дом подвал на всю комнату полы ледяные естественно будут всегда ну пол дома стоит на погребе можно сказать Аня 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 говорит ну мне нравится я говорю Анечка ни в коем случае но весело как узбеки или таджики наши ребята так себя не ведут вот пятерочка наша новая открытая вот она фуры машины ну федеральная трасса я говорю нет Аня будем искать другой вариант и мы его нашли нашли квартиру за те же деньги а в тот дом столько вложиться надо а еще что мы когда вышли во двор я смотрю вход во дворе другое другой вход я говорю что то я не поняла а это что здесь еще кто то живет они говорят да это дом на два хозяина с общим двором боже ты мой не 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 нам такое счастье не надо я вот все время теперь мимо прохожу и говорю господи как бог отвел хорошо что я ее уговорила а говорю Аня мне шум мама не мешает мы на варшавке жили в москве я привыкла мне это нормально ну ладно шум а воздух жить в таком городе с частным сектором где воздух чистый кстати завод не воняет вообще кто то мне там говорил что вы куда вы переехали не знаю то ли там фильтры поставили но крахмальный завод я не чувствую запаха ни разу не чувствовала Аня мне как-то говорила мама вчера воняла может быть роза ветров как-то была не в мою сторону не знаю но я ни разу еще за вот весну не слышала запаха и если он и будет но это не часто здесь тоже москвичи живут вот в этом доме вообще на нас и улица очень много москвичей очень много вот это построили тоже красивый домик я все хочу подойти к нему спросить по поводу чтобы привез мне щебень и песок ну это большой конечно грузовик очень большой фургон но все равно надо пойти спросить у него вот и вот так вот мы отказались от этого дома сейчас я Ане говорю ну что Антика хорошо что маму послушала она говорит даму я бы там померла и крышу менять и все там менять и пол холодной здрасте и столько там работы это не Ваниной квартире работа вот ну все друзья теперь устойчиво прогулка наша подошла к концу я всем вам желаю прекрасного настроения хороших солнечных дней тут язык заплетается хороших солнечных деньков чтобы у вас было все хорошо чтобы вы были здоровы и счастливы живите свое удовольствие до новых встреч пока пока пока